Евгений Сатановский в телеграм-канале. Вопрос на засыпку. Турецкая армия взяла Москву? Россия разорвала отношения с Сирией вместо Асада, теперь ориентируется на Аль-Хайду? А теперь сирийская, а турецкая, теперь сирийская, а турецкая территория? В Идлибе распоряжается Эрдоган, чьи войска поддержали атаку террористов на сирийскую армию и были остановлены российскими ВКС. У независимой газеты сменился хозяин, и она теперь антироссийская и проамериканская, или протурецкая, что ни одно и то же. Или ее передовицы теперь пишут или тупо переводят клинические идиоты, которые в политике военном деле в Ближнем Востоке и борьбе с террористами не понимают ничего. Но каким-то образом прорвались к печатному станку, и теперь спешат отметиться, пнуть своих и выслужиться перед будущими работателями. Какой вариант правильный? Почему-то кажется, что последний. Стиль редакционной передовицы НГ очень уж на это намекает. Но может это у них такой, как бы оппозиционный прикол? Традиции, превращение империалистической войны в гражданскую, мер без аннексии, контрибуций и прочая хрень столетней давности. В качестве последнего слова журналистской мысли про то, почему текст НГ, посвященный ситуации в Эдлибе, есть чушь собачья, напрямую передранная из турецкого агитпропа, на сайте Института Ближнего Востока все расписано. Одно хотелось бы узнать. Помянутая редакционная передовица НГ скромно не подписана, но автор же у нее есть. Нельзя ли восхищенной публике узнать, кто он такой? Чрезвычайно бы помогло оценить квалификацию редакции, которая таких кадавров в своей работе привлекает. Евгений Сатановский в телеграм-канале Вопрос на засыпку Турецкая армия взяла Москву? Турецкая армия взяла Москву?